Историческое место Сочи каждое утро превращается в отхожее. Собаководы вместе с питомцами облюбовали мемориал воинской слова в завокзальном районе курорта. Если этические нормы некоторых людей позволяют выпускать собак на могилы солдат, то правила благоустройства категорически запрещают выгул животных на всей территории мемориального комплекса. Я же не могу дома его пугать. Во дворе бабки орут. Здесь же ходят с камерами. А мне куда деваться? Я вам маленький секрет открою. Вон там внизу, где заканчивается территория дублера курортного проспекта, есть прекрасный лесок. Я не знала. Хорошо я буду знать. Общественница Натала Шевченко перед Днем Победы вместе с подругами каждый день дежурили у мемориального комплекса. Пытались отогнать людей с собаками и сохранить в чистоте место, где покоятся герои Великой Отечественной войны. Вот только конструктивный диалог с собаководами выходил редко. Когда делаешь замечание, что вы собаку выгуливаете или без намордника бойцовского, они тебе говорят, что вы сами больше на собак похожи. Очень грубят часто. Мало кто понимает. Общественники понимают любителей животных. В Сочи не в каждом районе хватает мест для выгула. Главная претензия в том, что владельцы не убирают за питомцами. От этого портится имидж курорта. В преддверии Мундиаля в городе усилит контроль за соблюдением правил выгула собак. В том случае, если будут нарушены нормы благоустройства, собаковод расстанется как минимум с тысячей рублей. Такой же штраф назначат, если под угрозу будет поставлено здоровье окружающих. Собака должна быть на коротком поводке. Если это собака какой-то бойцовской породы, на ней обязательно должен быть намордник. Ну и в первую очередь надо выбирать безлюдные места, либо соответствующие пустыри, либо специально оборудованные для этих целей площадки. Но ни в коем случае не выгуливать собак в общественных местах, на детских игровых площадках, возле территорий детских учреждений. Пока специалисты административной комиссии проводят лишь разъяснительную работу. Хозяевам собак напоминают о нормах выгула и грозящих за нарушение штрафов. В ближайшее время крейдом планируют подключить полицейских. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.